здравствуйте сколько стоит батареечку в часах поменять батареечку в часах 300 рублей будет стоить а карточки принимаете карточки да принимаем хорошо привет вот скажи почему ты все время называешь сумму в 300 рублей не знаю даже не думал об этом сама батарейка 50 рублей стоит ну за работу еще ну и аренда да и вообще все по городу 300 рублей за это берут по статистике батарейки в наручных часах люди меняют один раз в полтора два года как думаешь они помнят сколько в последний раз платили да и ближайший конкурент в соседнем торговом центре сидит до него еще идти километр а то и два поэтому попробуй поднять цену ну ладно попробую добрый день у меня часы стали батарейка наверное замена батарейки 400 рублей а да без проблем меняйте здорово командир батарейку в часах поменяешь да поменяю 600 рублей эхю а чё так дорого-то я в последний раз вот дешевле менял не не надо спасибо не ну ничего себе ушел так это что получается примерно до 500 рублей цену можно поднимать это называется эластичность спроса по цене и если эластичность низкая то изменение цены не вызывает заметного снижения спроса в твоем случае в диапазоне до 500 рублей эластичность спроса по отношению к изменению цены невысокая так что похоже что до этого уровня цену и вправду стоит поднять а как-нибудь еще можно цену увеличить можно но для этого нужно понимать какую именно потребность хотят удовлетворить твои покупатели как какой батарейка им нужна в часы нет батарейка им как раз вообще не нужно что они с ней будут делать им нужно чтобы часы снова ходили и показывали правильное время то есть они не батарейку а по сути работающие часы у тебя покупают погоди так ведь часы то разные бывают и дешманский китай и дорогущие швейцария вот а я тебе о чем понял клиент добрый день батарейку в часах поменяете добрый день а часики ваши покажите пожалуйста вот держите часы хорошие и механизм дорогой японский фирмы не и это очень хорошие механизмы делают 650 рублей будет замена батарейки для таких часов хорошо меняйте я тогда пойду в магазин зайду вернусь минут через 15 до без проблем слушая можно еще как-нибудь цену поднять а можно но для этого нужно создать дополнительную потребительскую ценность сейчас объясню вот ты например какой зубной пасты пользуешься ну как этой от парадонтоза а откуда ты про парадонтоз вообще узнал откуда откуда ну из рекламы там сказали что могут десна кровоточить и все такое вот тебе объяснили что у зубной пасты есть не только одна основная потребительская ценность чтобы зубы чище стали а есть еще и дополнительное чтобы от парадонтоза зубы уберечь и за нее ты готов чуточку больше заплатить понятно ну так батарейки все одинаковые на самом деле хотя кажется начинаю понимать молодец еще клиент добрый день батарейку в часах поменяйте добрый день до обычная 500 рублей а чё еще у вас необычные бывают что ли да есть варта с гарантией от протечки а что сильно дороже на 100 рублей всего 600 рублей будет стоить ну хорошо давайте с гарантией хорошо вроде покупателей сегодня не больше обычного а выручка полтора раза больше это все потому что ты правильно оценил эластичность спроса по отношению к цене и к тому же начал активно работать с потребительскими ценовыми ожиданиями маркетинг в общем ну надо же маркетинг никогда бы не подумал